Ну что, навстречу Талосу? Шкура чудовища с Минотавра. А мы знаем, куда идти, точно лучший маршрут к нашей точке назначения. Давай доверимся интуиции и будем продвигаться осторожно. 56 уровень Лафталии. Месяц с компанией лордов Аэзуса принес мне весьма любопытный опыт. Меня ничто не волновало. Ничто, кроме одного лишь твоего присутствия, хозяин. Наше воссоединение переполняет меня радостью. Разве сейчас воссоединение велика, но столь же огромное потрясение от того, как изменился мир за время твоего сна. Так, у меня вроде пилюли закончились, так что надо их скрафтить. Лафталии, я наконец-то ожидал этого. Масло фонарное. Ой, я тебя помню, что привела тебя в лагерь. Чудо, что ты еще жив, хотя сейчас это может сказать о каждом из нас. Что думаешь, нам надо эвакуироваться? Ну, ты проделал долгий путь родить их вестей. Осмелюсь предположить, что и дело, и правда, не шуточное. Хм, значит, нужно начинать готовиться к отбытию прямо сейчас. Но, боюсь, нам не хватает рук, чтобы все успеть. Вообще, есть одно деликатное дело, с которым мне бы не помешала помощь. На крайней лагере живут кузнец с женой. Прошу, приведи их сюда, чтобы они могли присоединиться к эвакуации. Кузнец Густав, человек здравомыслящий, но что касается его жены. Скажу лишь, что Клеодна всегда была очень... ...своенравной женщиной. Будет у нее выбор, она бы не стала иметь с нами ничего общего. А Клеодна не обрадуется, увидев моих рыцарей на пороге. Надеюсь, она прислушивается к тебе, а ты-то не из наших. Пока будешь разбираться с этим, я прослежу, чтобы лагерь был готов поспешно убраться отсюда. Важность помощи Эрнеста... Ага, я отлично помню кузнеца и его супругу. Очень надеюсь, мы сумеем убить их эвакуироваться. Достаточно верно. Талос, дайте мне Талоса. Вон он. Так. Разве ты с тобой не потонула в пучинах моря? Какое чудо видишь, что она целла. Интересно, шо она нам пригодится, если сумеем заставить ее двигаться вновь. Так. Продолжение следует... 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 Ой, он его обвивает Обвивает его Он обвил его Ой-ой-ой, упал Тава спал Он его душит, этот удав Змей, но он пытается рукой Рукой пытается разорвать Он его схватил, он его схватил за жабры Одной рукой Надо его вдарить теперь Вдарить его, схватить Послушай, нельзя укуняться от своего долгого Никому там служим, а в оставшему Он его душит, да я знаю, спасибо Он его душит опять Его надо схватить за жабры и как Кинг-Конг Вдарить, а скалы его разбить Размочить его голову Ух ты, он он Ну конечно, с одной рукой сложно Потом тут с двумя было бы сложно А с одной уже вообще Он ему сейчас голову походу И все Да Силой хвата просто Сжал кулак в голова С плеч У этой Змеюги Ну и сам великан уже Все Спи спокойно, страж Это могущественная статуя Но кто бы мог подумать, что она способна справиться с красными облаками Это заключенная внутри пешка заставляет статую действовать? Да, Рафталия Все как я ее учил Кстати Моя школа Масло У меня есть талант находить разу Нет, это не Рафталия Все Так Так, по идее У меня здесь так и не появился Вот Еще один какой-то дракон Но как я понял Он Возможно Талос был одним из В общем Идем в Багбаталь Через телепорт И По идее Там будет Последнее Вот это испытание Выполнив которое Мы остановим Разрушение этого мира И можно будет Как бы Использовать гостиницы И уже так не торопиться Какая-то первая Какая-то первая Организация Так 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 Продолжение следует... 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 Ты вернулся, ходила с повозками не у меня. Неужели, благодарю тебя. На этом приготовление закончено, я повещу граждан. Так, 35 драконьих крестивал, 25 тысяч золота. Началась эвакуация Верманда. Огонь, 58-й левел. Так. Вы эвакуировали жителей Вернворта. Ну-ка этот что-то будет говорить, нет? Каптан, каптан. Или его уже тоже эвакуируют. Видимо он тоже эвакуируется. Ну хорошо. И скрипка, как на Титанике. Так, время заменить пешек. Так, 69 уровня. Так, нанимаю вот эту. У него красные глаза, надеюсь она не больна драконьей чумой. В нашей доле бы было славное путешествие, когда бы тебя не завели твои пути, надеюсь ты будешь здравее. Кнык-кнык, кап-кап. Ты признаешь мое достоинство, в оставшие полагают, для меня будет честью служить тебе. Ничего себе. Да, тут уже мощный, у него все прокачано вообще. Вообще все. Сирис Аргентум, владелец этой пешки. Провокация, да, подойдет. Для моего слуха удалители весьма скверные сплетни, я полагаю, мне стоит поделиться с тобой. Проговорив в эту сторону разлома, пешки могут подхватить мне дух, чтобы причинить немыслим и говорят всякому рядом. Чем больше развивается болезнь, тем хуже пешек контролирует себя и со временем перестают причиняться к восставшему. Что поделать? О, мне кристалл возврат откуда-то дали, или я его забрал случайно? Так, в общем, как бы то ни было, идем в священную рощу. Удачно добрались, а дальше шо? Так, а как тут? А, ну вот мы. Они тут рядом должны быть. Собственно, тут пешка нужна, которая будет знать эльфийский. Отражающий лук, обновл в нашем случае еще надо немедленно пробовать. Это бесспорно заслуживает внимания. Так и подняться здесь можно, супер. Кто у них тут главный-то? Алиандрут или это? Друг, как рад видеть тебя с добром здравия, и когда до меня дошли и вести о твоем жутком исчезновении, признаюсь, я стал бояться худшего. Что стало с этим миром? Наш народ страшится грядущего. Мы не уверены, будем ли здесь в безопасности, но это место все, что мы знаем, все, что у нас есть. Думаешь, без эвакуации не обойтись? Понимаю. Есть ли у тебя на примете безопасное место, куда можно было бы оправиться? Я с радостью последую за тобой, но боюсь моего отца убедить будет далеко не так просто. Но попытаться стоит. Идем. Господин Талиасин древесный жрец. Это глава эльфов. Идем за нашим провожатым, тогда сможем пообщаться с ним. Нужно погодить... Так, трудно не согласиться. Каждой твари попарив, но я в ковчек собираю. Отец, нельзя больше оставаться в роще, здесь нас ждет лишь смерть. Значит, мы встретим ее с высоко поднятыми головами. Этот край наш дом, здесь мы родились, здесь и вернемся в объятия земли. Ты ошибаешься, не мы это должны беречь. Наш дом не лес или земля, а наш дом там, где растет древесное сердце. Надеюсь, я не забыл, кто снова вдохнул в него жизнь. Я, к примеру, очень хорошо помню. Я не стану просто стоять и смотреть, как гибнет мой народ. Тем более, когда путь к спасению лежит прямо перед глазами. Сын мой, все не так просто, как кажется. Древесное сердце достаточно здорово, чтобы взять саженец. Взяв частичку, древо, мы можем посадить его в землю нашего нового дома. Устроить себе такой вариант. Отец, подумай, прошу тебя, нужно бежать, пока не поздно, близится беда. Есть истина в словах твоих. Но меня огложат сомнения, что если эта новая земля окажется бесплодной или вовсе отравит древесное сердце. Что если оно откажется пустить корни? Ты не в первый раз помогаешь нам, чужак. Посадишь ли ты саженец древесного дерева в убежище, чтобы узнать, приживет ли оно на новой земле? Если да, мои люди последуют за ним, даю слово. Саженец древесного сердца. Голова этого эльфа крепче ствола древесного сердца. Покажи ему, что он ошибается и что саженец и вынослив. Отнесите саженец древесного сердца в затопальный храм. Конечно же. Вот. Припряка. Надеюсь, медтелепортов хватит. Водяную стрелу еще дали. Мы еще многих можем спасти. Давай сначала отправимся в земли, которые наиболее вероятно будут уничтожены. О, все исцеляющие лексиры у эльфов, кстати, здесь продаются. Ну, кстати, вот из лухов, лухов из всех, у нее получается, здесь у эльфов, помните, были крутые. Вот этот самый у меня, который есть, крыло тьмы, он самый крутой есть. И тут, конечно, интересные есть брони, но капюшон лесной короны хуже, чем мой. Короче, у меня поверенного, вот, по-моему, мой капюшон и есть. Да, у меня топовое все. Чешуя божественного зверя. Это то, что у меня и есть. Алые штаны. Вот это вот неувидающие нагольники под вопросом. Короче, у меня все топовое, у меня все самое лучшее. Неужто ничего не привлекло твоего внимания? Жаль, но, может, в следующий раз найдем, что-то достойная затрата. Так, а нам сначала... Нам можно в эту... В затопленный храм... Саженец посадить? Я еще не буду эвакуироваться, я просто саженец посадил. Не-не-не, а то пока не трогаем. Блин, как тут... Где его сажать? Так, вон там кто-то и... Притусовался. Товара на любой вкус. Сланцевый рог. Да, вовремя. Вовремя они продают. Я уже игру прошел. Так, сюда что ли саженец? Ну, я, кажется, где-то... Куда я вот... А, во! Саженец древесного сердца. Саженец древесного сердца, древесного древа, которому поклоняются эльфы. Его доверил вам древесный жрец Талиесин. Так они... Я думал, они в другой мир пойдут. Вы видите, что саженец древесного сердца прижился. Я думал, они в другой мир. Значит, это не имеет значения. Он здесь приживется, нет. Вернитесь к Талиесину. Хозяин, мое сердце знает радости больше, чем быть подлить тебя. Все равно к нему возвращаться придется. Значит, древесное сердце процветает в новом доме. Надеюсь, наш народ так же легко перенесет перемены. Мы привыкли жить уединенно. Потребуется время, чтобы научиться жить вместе с другими расами. Мы справимся, отец, в этом я уверена. С нами древесное сердце, значит, мы сможем пережить что угодно. Оно прижилось на этой земле, приживемся и мы. Если тебе еще нужны доказательства, взгляни на эту добрую душу, что всегда помогала нам. У нас уже есть один верный союзник другой расы. Почему бы нам не найти других? Истину молвишь, дитя мое. Я поговорю с народом, как и обещал. Я поведаю всем о том, что нужно бежать и искать пристанище среди тех, кого мы так долго считали чужой камя. Им, без сомнения, тяжело будет это принять. Но мы не уходим отсюда навсегда. Пройдет столетие, быть может, два. Но однажды здесь снова расцветет жизнь нашего народа. Началась эвакуация Священной Рощи. Спасибо тебе, друг. Благодаря тебе мой народ спасен, и я не преувеличиваю. Твоя битва еще не закончена, верно? Удачи и береги себя. 20 тысяч. 30 драконьих ресталлов. Завершено пуская корня. Кемен Рос. Так. Хорошо. Так, в Багбаталь. В Багбаталь. Теперь мы просто прогуливаемся тут. Надо всегда держать. Так, когда Мика ставишь внимание. Не желаешь светить свое святилище яркими красками. Я знаю точно, когда куратива нужна, мастер. Ты никогда не падаешь в бою, сэр. Так. Я это просто так не оставлю. О, восставший, ты вернулся. Со всем, что в мире творится, я не могла оставаться вдали от дома. Поэтому я вернулся и помогаю, как могу. Изо всех сил стараюсь поддерживать порядок, но на каждой потушенном и пламя за спиной загорается еще два. Но довольно моих бедок. Что привело тебя сюда? Ты хочешь, чтобы мы эвакуировались? Быть может, мысли правда дельные. В конце концов, если сидите и ничего не делать, можно повторить судьбу Мэлви. Это лишь вопрос времени. Увы, жители Батали сейчас очень сильно разобщены. Нужно разрешить их разногласия, иначе у нас ничего не выйдет. Напряжение такое, что малейший искрай, и разгорится конфликт. Поэтому прошу тебя, восставший, пройдись среди народа своими глазами, узри бедствия людей. Сделай все, что можешь, чтобы разрешить людские споры и унять их в страх. Это, без сомнения, поможет провести эвакуацию весьма легко и быстро. У меня же работа непочатый край. И давай пока расстанемся здесь. Найди меня, когда справишься. Народное волнение. Нам предстоит разнимать не какую-то драку в таверне. Надо быть предельно осторожными. Меня Ла попросила снять напряжение в Бак Батали. Полностью поддерживаю. Так. Третейский судья, значит. А, да ты никто без своего папочки. Ты оскорбил мою честь, я вызываю тебя на дуэль. Это тебя не касается, пошел прочь. Ну-ну. На, брони, горячись. Для нашей дуэли как раз пригодится свидетель. Значит, кто сможет сказать, бился ли победитель с честью. Дело говоришь, без свидетеля один может просто убить другого, а потом придумать какую угодно небывальщину. Ну, господин, что скажешь? Станешь свидетелем моего триумфа? Просите о причине дуэля. Этот негодяй посмел оскорбить мою честь. Сказал, что я даже тренировочный манекен победить не смогу. Проклятый болван. Ага, я скажу еще раз, если потребуется. Часовой тебя сделало покровительство отца, не умение лидеть мечом. Согласиться засвидетельствовать. Благодарю, господин. К делу. Скорю, готовься. Получай. Она ему вроде... О, он ей тоже. Мало кто посвящен в то, что происходит в лаборатории запретной магии, даже среди бортальцев. Короче, они друг другу побьют. Верно, работающие там мужчины исключительно между тем, чем они. Разве народу не интересно так? Почему она нужна? Мне бы на месте хотелось узнать подробнее. Признаю, я тебя недоценил, победа твоя. Нет, это я недоценил тебя. Думала, меня ждет легкая битва, но ты сражался достойно. Я у тебя в долгу, господин. Ты открыл нам глаза. Если бы не ты, эта глупая ссора могла стоить кому-то из нас в жизни. Верно, лучше оттачивать наши навыки, чем ргаться по пустякам. Видимо, некоторые споры можно разрешить скрестив клинки. Сомневаюсь, что после этого они вновь расссорятся. Отрадно было принести добрые вести. Эй, я первый увидел. Вот так и доверяй блохастой шкуре, все себе заграбастает. А чего это я должен делиться тем, тем, у кого даже клыков нет? Эта еда такая же твоя, как баталь твой город. Эй, ты, ты как раз вовремя. Поставка этого выскочка на место. Ну же, покажи ему. Неправ человек, неправ зверолюд. Вы оба правы. Давай, вы оба правы. Почему бы тебе не взять свое мнение и не убраться отсюда? Ага, убирайся, красивыми вещами сытный будешь. Ты говорил, что нельзя делать больно другим. Еда. Охренеть. Ты выглядишь большим и сильно можешь их разнять. Откуда мне еду-то взять? Ну, гнилая, гнилой окунь, гнилой, гнилое яблоко. Может картофель, вот у меня есть. Картофель, гнилой картофель, гнилой картофель, кора, кора, дуба. Картофель, наверное, я могу дать. Вот, картофель. Ух ты, спасибо, господин. Раким, хочешь, я все точно не съем? Правда, спасибо, очень добро с твоей стороны. Вот бы нашим папам тоже немного доброты. Эй, оставь покой моего ребенка. Ты же не кот там похитить детей, правда? Погоди, ты поделился с ними едой, я... Спасибо тебе, а ты... Номас. Похоже, мы просто заботились о наших детях, а? Верно, быть может мы не такие с тобой разные, а теперь когда дети сытые, ссориться больше не за чем. Вы дали детям еды. Желание защититься племянника выше расовых или культурных понятий, оно показывает, что мы не столь уж и разные. Спасибо от всего сердца. Не зря я картошки складывал, даже гнилые. Но это не гнилые были, это нормальные. С меня довольна твоих придирок. Без тебя мир станет лучше. Эй, ты не лезь не свое дело, сами разберемся, и уходи сам, или мы поможем. Так, а мне будут моей помогать? Ты с ума сошел, демона тебя побери. Хочешь привезать нас прямо посреди улицы? Что с тобой? А, ладно, ладно, забыем мы наших разногласиях, оставь нас покое. Вы избрали путь жестокости. Похоже, в город пришло спокойствие. Можете тут рассказать госпожа Эммонель о наших деяниях? Прямо-таки путь жестокости, да. Оставший, при других обстоятельствах мы бы побеседовали о твоих методах, но их эффективность неоспорима. Жители баталии начинают понимать, что силы в единстве, что только так можно пережить от убийствия. Мы пожнем плоды, когда настанет сейчас эвакуироваться. Народ не станет противиться решению слишком сильно. Прошу, возвращайся к императрице Надине и поведай о своих делах. Я останусь следить за порядком. Лишь небесам известно, сколько жизней ты сегодня спас, восставший. Примет мне эту скромную награду. Панацея. Что же, если мы сейчас вернемся к императрице Надине, Ее Величество захочет объявить всеобщую эвакуацию. С твоего позволения. Так, это вот именно в ее покое надо. Ее Величество молится, никому не позволено видеть императрицу, пока она не закончится. Все в порядке, Вера, пропусти его. Подойди, мы желаем поговорить с тобой. Один из министров сообщил нам, что тебя видели в городе, разрешающем споры горожан. Мы благодарны тебе за усилия, которые без сомнения укрепили единство нашего народа. Твое путешествие продолжается, верно? Мы желаем тебе удачи на пути, куда бы он тебя не привел. Простите, что вмешиваюсь в Ваше Величество, но время поджимает. Нужно готовиться к предстоящей дороге. Верно, прости, нам пора. Доброго пути. Страж, приведитель людей в безопасности в изнанке мира. Багбаталия поставила двор, отправленную в безопасное место. Госпожа Менелла не сомневаюсь с уметь поддержать порядок. Это определенно того стоило. Так, вы эвакуировали жителей Багбаталия. Не счесть, сколько мяса рыб протокал у меня в сумке. Казалось бы, запах должен напомнить. Вот точно звучит знакомо. Так, а чё тут-то у меня подсветка? Ты чудак, но я не держу зла. Мне нужна помощь. Делай что-то должение. Я посвящаюсь исследованием тела молодой шойной. Когда ты рядом, мой разум думает о другом. Хочу выяснить, почему и прошу ставить мне компанию ненадолго. Благодарю. У тебя губа не дура, я тебе скажу. Запроводить просящего до нужного места. Вот он всё равно так же глючит, приходится за него возвращаться. Это, конечно, пипец. Так, 273 у меня этих драконьих кристалла. Я их взял, конечно. Ещё раз в пещеру избранного, потому что там рядом это место, куда этого надо отвезти. Избранное, да, тут всё, он пропал. Он должен был тут трейдить какими-то ништяками, ништяцкими, но... Имеем, что имеем. Ещё более ништяцкими, чем раньше он трейдил которыми. Так это не просто облака, они словно обладают собственной волей. Благодарю. Я ничуть не ближе к пониманию, почему на меня так влияет твое присутствие, но это не значит, что наша прогулка не принесла пользы. После неё меня озарило, по меньшей мере, насчёт последних опытов. Таким образом, несмотря на то, что ты отвлекаешь, мне кажется, ты положительно влияешь на мою работу. Я рад, что встретил тебя, Амбройд. Вот этого достаточно. Опять, букет цветов 120 каре. Они, некоторые вещи никогда не меняются. Так, на вулканический остров. К той эльфийке и... С больному... Чел, гному с больной спиной или какого-то. В другом мире совсем не подалеко отсюда был сундук с сокровищами. Показать себе это место. Не стоит. По крайней мере, вот единственное преимущество. Когда на этих нападаешь, когда они спят, можно им сразу в хвост выстрелить, а не сдохнут. Ты собираешься собирать тут материалы, хозяина, мы все это унесем? Да, я нагрузился, уж так нагрузился. Погляди-ка, что ты здесь делаешь? Опасно бродить так неспокойные времена. Ты хочешь сказать, что мы эвакуировались вместе с лагерем? Я трону твоей добротой, но мы с вами как-нибудь справимся. Терпеть не могут толпа народу. Ну, ну, не говори так, дорогая. Я доставлю тебе безопасное место любой ценой. Кроме того, эта добрая душа уж точно достойна доверия. Он не раз помогал нам, как помнишь. В оставшись сделал столько добра и проделал столько долгий путь, чтобы нас предостеречь. Ужасно неблагодарно было бы отвергнуть в протянутую руку помощи. Ох, ладно, любимая, если ты настаиваешь, мы принимаем твое предложение, друг. Будешь ли так добро проводить нас до нужного места? Давай пройдем наших подопечных к лагерю. Только будь осторожнее, путь, что мы знали, изменился. Призрядно. Это определенно того стоило. Саунд садится вскоре, наступит ночь. Нам стоит быть осмотрительнее. Так, вот так вот, что ли, как-то будем обходить? Так, вот так вот. По-низу мы не пойдем, а то там эти мудачины. Они опять глючат, жесть. По-моему, там херай, что может мне... Он сразу нокаутировал. По-моему, там херай. По-моему, там херай. По-моему, там херай. Аааа ... Аааа ... Угу, вы меня в клуб. Уастись самая C40. Аааа! Аппа макияда! Аппа макияда! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. 59 уровень. Кто нибудь еще это видел что-то ловит след. Нужно выглянуть поближе. Где? а если она там полетела с полотвания пробуждения мишен декомплишь где там тк кому отчитываться и расписываться кровью вон они здесь ну вот мы и на месте интересно сколько еще до эвакуации найди пожалуйста господина эрнест и скажи ему что мы привели дай ему знать что мы будем жать здесь вы убедили густава и клеодно эвакуироваться господин прошу не подумай ты же видишь что положение отчаянное ламон сколько можно повторять я не позволю никому командовать мною включая тебя оставь меня в покое о ты вернулся хорошо боюсь мне нужна твоя помощь кое с чем это касается того парня с которым я говорил господин ламонда он частенько захаживает наши горячие источники я рассказывал ему о эвакуации но он наверное наотрез отказывается присоединиться к нам должен признать я в замешательстве не знаю как его убедить могу рассчитывать на твою помощь он меня кажется совсем не слушает будто со стеной разговариваю господин ламонд силен как сотня солдат его подмога обнадежит всех может поговорим с ним и у меня были такие же мысли рамонт ох рамонт постойте или где он тут рамонт умолаю умолаю рамонт расстричь и тебе что-то нужно ох нет только не снова я волен жить как мне вздумается никому не позволю собой командовать даже тебя попросить сопроводить кузнеца ох ерундовина какая ну раз ты так просишь ладно сделаю только ради тебя не хочется меня стрелять это место но даю слово что они доберутся в целости похоже он все согласился наверняка господин эрнесто будет рад это услышать ну еще бы ну шо эрнесто встречай не знаю как отблагодарить тебя за всю твою помощь с господином ламондом быть у вас спокойнее помни путь будет не слишком быстрым с нами раненые о которых надо заботиться что бы ни случилось клянусь мы доберемся в целости 20 тыс драконий кристалл 40 15 тыс так все население вулканического острова выведено да будет безопасно на путь сквозь грядущий хаос трудно не согласиться вы эвакуировали жителей вулканического острова я желаю что был добрым путь у моих спонсоров канала также приветствую нового спонсора дарк ад спасибо спасибо вам всем